Ребята, привет! Давно ничего не записывал на канал, решил поделиться с вами немножко новостями. В ближайшее время, надеюсь, до нового года запишу еще одно видео с новостями нашего производства. А пока что. У нас появились очень бюджетные, простые, но не менее классные, комфортные каяки. Называются они Сидок. Это тоже каяки шведского производства. Шведы давно уже от них отказались. Сейчас перешли полностью на разборные версии. Я не знаю, будем ли мы привозить их в дальнейшем, потому что с доставкой каяков сейчас очень много проблем. Очень долго едут. Периодически таможня может на месяц, на два задержать груз. Соответственно, как будет в дальнейшем, сказать пока не могу. Так вот, каяки Сидок. Это по факту каяк Текила, только в неразборном варианте. Он цельный. Это монокаяк. По характеристикам этого каяка длина 295, ширина 75, вес 22 килограмма. Вместительность 125 килограмм. Но опять же, вместительность в характеристиках указана рекомендованная. Перегружать его никто вам не запрещает. Как показывает практика, каяки перегружаются килограмм на 50 вообще без всяких проблем. В комплекте с каяком идет жесткая пластиковая спинка и все. То есть, каяк, спинка, весло, докупаете отдельно. Сиденье к нему покупать не нужно. Вы сидите в самом каяке и опираетесь на пластиковую спинку. Фотографии я куда-нибудь вот сюда сейчас вам приложу. Также приложу короткое видео, которое мне снял один из моих клиентов. У него есть такой каяк. Собственно говоря, он про эти каяки мне и рассказал. Поэтому я решил заказать небольшое количество. Посмотреть, насколько они будут пользоваться спросом. По цветам на данный момент в наличии есть желтый, оранжевый и цвет лайм. Если захотите приобрести, уточняйте наличие цвета по факту. По цене цена сладкая. 35 тысяч рублей плюс доставка. В реалиях 2022 года и всего, что происходит в мире, это очень хорошая цена на каяк. Каяк небольшой, как одноместная текила. Очень маневренный, очень удобный. У меня есть видео рыбалки с текилы. Можете их пересмотреть. Я тоже подсказочки куда-нибудь сюда сейчас выведу. Все, что я говорю про текилу, за исключением того, что текила разборная, а седок нет, касается и седога. Это, в принципе, два идентичных каяка. Текила отличается тем, что, во-первых, она разборная. И, во-вторых, у нее более комфортное мягкое сидение с подкачкой боковин. Ну и самое главное, каяки-то есть в наличии. Забыл сказать, на данный момент осталось 4 штуки. Поэтому пишите мне в Инстаграм, пишите мне под этим видео. На Авито также есть мое объявление. Кто заинтересован в покупке, пишите, приобретайте. Все доставим, все отправим. Каяки еще в пупырочки, ни разу не распакованные. Только недавно к нам приехали. Так, ну и коротко по другим новостям, раз мы уже с вами болтаем. Что касается нашей работы, каяк-мастер работает, каяки возит. Можно заказать сейчас всю доступную линейку шведских каяков. Едут долго, но приезжают. Это главное. Цена на шведские модели подросла. На каяки, которые льются в Питере, а на данный момент это Kingfisher и Tequila. Об этом чуть позже. Цену пытаемся удерживать для российского рынка более приятную. По цене напоминаю, что по промокоду Воронин, либо через меня, либо сказав ребятам в Питере или на сайте каяк-мастер, что вы с моего канала, вы получите хорошую скидку от 10%. Поэтому не забывайте этим пользоваться. При стоимости каяка в 70, 80, 90, 120 и более тысяч, 10% это очень хорошая скидка. Теперь по текиле. Нам приехали матрицы. Текила льется в Питере. Льется как одноместный, так и двухместный вариант. Цена на текилу будет меняться. Надеюсь, в лучшую сторону. Ближе к Новому году думаю снять еще одно видео касаемо ценообразования на текилу. Сколько она стоит, в каких рассветках доступна, посмотрим. На данный момент ее уже можно заказывать. Долго ждать не придется. Льется каяк теперь в Петербурге на нашем производстве. Соответственно, неделя-две после заказа, в зависимости от того, как далеко ваш город находится от Питера, и вы получите свой каяк. Что по каналу? Видео в этом году было немного. Я думаю, все прекрасно понимают, в связи с чем это связано. Я живу в городе Севастополе, это морской город, этот город находится в Крыму, и были определенные ограничения и неудобства по поводу выхода в море, да и в целом не всегда было желание и настроение идти что-то снимать. Я старался все-таки какой-то необходимый контент с какими-то важными вопросами подснять. Снял ли там видео, как разобрать на воде текилу, и то, что можно на каждой половинке плавать отдельно. Снял еще парочку видосов. Также снял первый обзор САПа у себя на канале. Кому интересно, можете посмотреть. Довольно неплохое получилось видео. В общем, канал есть, канал существует. Видео на этом канале будет выходить вне зависимости от долгих периодических пауз. В любом случае, если будет какая-то важная информация, если будет какая-то новая модель каяка, если будет какая-то интересная тема, видео на канале выходить будут. Также хотелось бы вас попросить, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то идеи или какие-то интересные моменты, связанные с каякингом, пишите мне, присылайте их мне в мессенджеры или на почту. Если вы сделали какой-то интересный, любопытный колхоз с кингфишерами или каким-то другим каяком, но при этом у вас нет своего канала, чтобы это выложить и показать людям, присылайте мне это видео, присылайте ссылки, которые нужно указать. Разместим это на канале. Нужно, чтобы комьюнити каякерская развивалась и в интернете становилось как можно больше доступной информации, потому что на данный момент в России, к сожалению, ее очень мало. Ссылки на мои соцсети находятся в описании каждого видеоролика. Я постоянно мониторю соцсети, я могу пропустить какой-то комментарий на ютубе, но в инстаграм или вконтакте я в любом случае увижу ваше сообщение и отвечу на него. Не забывайте ставить ваши лайки, не забывайте подписываться на канал и, конечно же, пишите под видео ваши комментарии. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok